Что действительно заставило поволноваться. Тут и в самом деле земля может уйти из-под ног. Шестеро белорусов пропали на Эльбрусе. Вулкан на Кавказе входит в список высочайших вершин мира. Любители гор говорят, что лучше них могут быть только горы. Но они не прощают ошибок. Туристы несколько дней не выходили на связь, а тревогу забил водитель, который не дождался группы в условленном месте. В поисках участвовали больше 80 человек. Два десятка единиц техники, включая беспилотник и вертолет. Погода резко ухудшилась. Но, к счастью, на высоте 3800 метров всех нашли живыми и невредимыми. Повезло. Ведь у каждой горы, которая когда-то перестала быть неприступной, есть свое кладбище. Увы. Так может, не зря говорят, умный в гору не пойдет? Об этом побеседуем с одним из самых опытных белорусских альпинистов Виктором Лутовым. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Вы человек опытный. Я знаю, что бывали в том числе и на Эльбрусе. Вот что на этой горе может пойти не так? Все обычно представляют себе восхождение на Эльбрус в хорошую погоду. Когда там действительно мало проблем. Но, как правило, все происходит наоборот. Май – это переходный период, когда уже относительно бывает неплохая погода. Мало льда на склонах и немного снега. И можно делать восхождение в мае, но они не так просты, как в погодных условиях и в состоянии склона. Как, скажем, в июле и в августе. Вы как-то говорили, что даже насморк может стать едва ли не причиной гибели в горах. Конечно. В горах на Высокогорье быстро обостряются все заболевания, в том числе любые заболевания. И очень быстро развиваются. И это нужно ясно понимать, потому что насморк или обычный кашель в течение нескольких часов может превратиться в периодную пневмонию. И масса примеров, когда на Эльбруйске, в том числе даже и мои друзья погибли, и это пневмония. Они тоже, кстати, шли по западному маршруту. И неожиданно летела на погода. И был грипп или что-нибудь похожее на это, и один из двух человек погиб на восхождение пневмонии. Насколько нам известно, эту группу опытной не назовешь. И больше того, она не была зарегистрирована. То есть в МЧС России о ней вообще не знали. Что дает регистрация? Это хоть какая-то страховка? Ну, по большому счету, регистрация подразумевает, прежде всего, постоянную связь группы и, скажем так, базового лагеря или контрольно-спасательной службы. Как правило, эта связь не особенно там работает. Хотя я слышал, что у них был спутниковый телефон, и они должны были им пользоваться. Но неопытность группы не позволила им пользоваться, потому что телефон нужно держать в тепле. Они им неправильно пользовались, возможно, разговаривали не по делу. Хотя надо было его использовать только для связи с контрольно-спасательной службой. Там нет GSM-связи, неплохо работает ультракоротковолновая связь, ну, рации, так сказать, да. Поэтому то, что у них был спутниковый телефон, и они им не воспользовались, это очень, говоря о том, что совершенно не готовые были люди к таким восхождению. В поисках задействовали много людей, много техники. По вашему опыту, это можно назвать рядовой операцией или все-таки это ЧП? Ну, конечно, это ЧП. Вы понимаете, что поднимается... Конечно, спасательная служба и существует, и в России, и она действует бесплатно. Но когда поступают такие сообщения, хорошо, когда она поступила, и спасательная служба была готова к выполнению. А если параллельно возникает 2-3 таких вот несчастных случаев, как в такой ситуации реагировать? Кого спасать? Вертолет там все равно, скорее всего, один летает. Как тренировка, конечно, в скавычках, тренировка спасательной службы МЧС России, они проявили ее прекрасно. Без всяких сомнений, это является абсолютным ЧП, которое необходимо, так сказать, расследовать и наказать. Потому что это безобразие, вот такое поведение в городе. Я понимаю, что вопрос может показаться наивным, но если риски так высоки, почему люди вновь и вновь поднимаются в горы? Ну, потому что это красиво, это романтик. Все считают, что они могут там без всяких тренировок подняться на вершину. И надо сказать, что Эйбрус – это ведь высшая точка Европы. И она очень легко доступна, она будет пользоваться всегда безусловной популярностью и у европейцев, и у россиян, и у всех. Потому что подняться на 5-642 нигде не найдешь в ближайшем окружении таких гор. Так и хочется сказать, пусть число подъемов будет равно числу спусков. Спасибо. Пожалуйста. Агрессия.